МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Чистота Арктики. Вопрос будущего. На Ямале работает международная форма участия, в котором принял президент Путин. Антенна собственникам не товарищи. Люди одного из микрорайонов настаивают, чтобы установку мобильной связи убрали с дома. И будем милосердными. В ноябрьске продолжается акция по сбору вещей для пострадавших на Дальнем Востоке. Начну с главной политической темы дня. На Ямал сегодня прибыл президент России Владимир Путин. Он участвует в пленарном заседании третьего международного арктического форума, который работает в столице округа Салихарде. В своем приветственном слове Путин сказал, что Салихард – это не просто единственный в мире город, стоящий на полярном круге. Это столица стратегического региона, который сыграл огромную роль в освоении территории Северного Урала, Западной Сибири и Арктики. Которая, к слову, сегодня переживает новую историческую эпоху экономического прорыва. Идет активная разработка месторождений, строятся крупнейшие промышленные объекты, развивается Северный морской путь. Добавлю, в этом году главной темой международного форума стала экологическая безопасность, освоение и использование природных ресурсов Арктики. Дмитрий Медведев на площадке открытого правительства предложил рассмотреть увеличение госпошлины при разводе. Такую инициативу он выдвинул на встрече с Советом Палаты Совета Федерации. В ходе обсуждения сенаторы напомнили, что ранее звучало предложение увеличить эту пошлину до 30 тысяч рублей. Минфин, в свою очередь, выступал за пошлину в 4 тысячи, при том, что в настоящее время эта сумма составляет 400 рублей. Надо взвесить все плюсы и минусы. Принимать подобный закон только по инициативе правительства нельзя. Необходимо провести общественное обсуждение с экспертным сообществом и гражданами. Людям надо объяснить, почему государство предлагает ввести высокую госпошлину при расторжении брака. Мотивы понятны. Надо включать голову, когда вы регистрируете брак. В противном случае наступают имущественные санкции, которые заключаются в том, что для того, чтобы расторгнуть брак, необходимо гораздо больше денег, чем для того, чтобы его заключить. Цитирует Медведева, НТВ. Жители одного из микрорайонов Ноябрьска требуют убрать с крыши дома опасную, по их мнению, антенну мобильной связи. Люди уверены, что электромагнитное излучение от установки может стать причиной недомогания и спровоцировать серьезное заболевание у тех, кто живет по соседству. Рубрика «Нам здесь жить». Это страдает весь наш двор. Вот эти все дома. Все наши дети, наши внуки страдают от этого. Она появилась в начале сентября и моментально подняла волну народного негодования. Приемопередающая станция оператора сотовой связи «Мотив». Жители микрорайона уверены, новая антенна несет прямую угрозу их здоровью. Излучение может влиять на психику человека. Появляется раздражительность. Человеку трудно себя контролировать. Возможно, развитие трудноподающихся заболеваний плод до раковых. Словом, «Мотивчик» получился не из веселых. А завели эту песню, даже не поинтересовавшись, хотят ли того собственники, уверяют люди. У нас собрания никакого не было. Нас никто не призывал, никто ничего не объяснял. Мы нигде не расписывались. Мы, конечно, были возмущены, поскольку нас никто не опрашивал, не предупреждал, не советовался с нами, не спрашивал нашего разрешения, а хотим ли мы, чтобы было ежеминутное, ежечасное, ежедневное облучение нас электромагнитными излучениями. С просьбой разобраться люди обратились к главе местной администрации. Но ни ответного слова, ни дела так и не последовало. С какой мощностью работает техника, какие конкретно волны она испускает, и на какое расстояние, и, главное, безопасна ли она для людей, так и осталась тайной за семью печатями. Компания соцсвятия не предоставила нам, жильцам, ближележащих к домам, никакой документации, связанной с оценкой рисков расположения и работы данного объекта. А по закону, кстати, и не должна была. Согласовывать установку оборудования оператор связи обязан с контролирующими органами, например, такими, как Роспотребнадзор, а также с собственниками дома, на крыше которого и появилась аппаратура, но никак не с их соседями. Что касается документации, то она есть. На руках у управляющего ТСЖ. Сертификаты безопасности, технические характеристики устройства, зона охвата. Впрочем, это уже не так важно. На сегодняшний день по Ленина 54Б, конкретно вот по этому дому, принято решение, что там эта антенна будет демонтирована и однозначно там, в общем, будут запускаться, там эта антенна не будет. И приняли это решение жильцы дома, на общем собрании. Избавиться от техники обещают уже на следующей неделе. Если же все-таки демонтаж не будет произведен, мы оставляем за собой право обратиться к губернатору Ямал-Ницкого округа Кобылкину, а также прокуратуру города Ноябрьска для рассмотрения данного вопроса. Коллективное письмо в адрес главы региона уже составлено. Прямо на собрании под ним подписались примерно два десятка человек. Но надежда на то, что его все же не придется нести на почту, пока еще живет, честно говорят жители района. В конце концов, какой бы ни был мотив у этой истории, финальный аккорд все-таки может быть в мажоре. Кирилл Мигель, Григорий Короптьев, новости нашего города. Кстати, для оператора связи решение собственников о демонтаже устройства стало настоящим сюрпризом. Да и шум, говорят в мотиве, жители микрорайона подняли буквально на ровном месте. В данный момент на крыше дома по адресу Ленина 54 у нас установлен только контейнер для базовой станции и антенная опора. Оборудование пока не установлено и не включено. Если у нас не будет согласия собственников жилья, то, соответственно, никаких работ по включению базовой станции производится тоже не будет. Пока вопрос в подвешенном состоянии находится. На самом деле здоровье жильцов ничего не угрожает. Мы готовы это доказать. Допустим, пригласить жильцов на экспертизу Роспотребнадзора. Тот же самый компьютер, микроволновая печь и некоторые другие бытовые приборы создают значительно больший электромагнитный шум в наших домах, чем установленные где-то на крыше базовой станции. Минувшей ночью в одном из домов по улице Советской случился пожар. Загорелся магазин, который находился в подвальном помещении пятиэтажки. На момент прибытия пожарных из помещения шел сильный дым. Огнеборцам пришлось эвакуировать жильцов первого этажа дома, после чего они приступили к тушению пламени. На это у пожарных ушло почти полчаса. Огнем частично поврежден товар магазина и подсобное помещение. Причину случившегося сейчас выясняют дознаватели. Иномарки, которые сгорели накануне, все-таки подожгли. Напомню, это случилось в ночь с 23 на 24 сентября. Возле жилого дома номер 71 Полинина горела Тойота РФ-4. Справиться с огнем пожарным удалось за 12 минут. Пострадали и стоящие рядом не сам Мурана и Тойота Камри. Идет следствие. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-рыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лица, совершившего данное преступление. Отдел МВД России по городу Ноябрьску просит граждан, располагающих информацию по данному факту, сообщить на телефоны дежурной части 318 010, либо на телефон доверия 318 222. На дорогах города сегодня появился первый гололед, и традиционно не обошлось без ДТП. Так, всего за несколько часов с 8 утра и до 2 дня на дорогах Ноябрьска зарегистрировано 11 аварий неучетного характера. Иными словами, люди в них не пострадали, повреждения получили только автомобили. Для сравнения, за предыдущие сутки в городе зарегистрировано всего 5 ДТП. Водители могут обязательно использовать сезонные шины. В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности дорожного движения. Его инициаторы предлагают скорректировать перечень оснований для запрета эксплуатации автомобилей. В частности, законопроектом предусмотрен запрет на использование автомобилей на летней резине зимой и на зимней летом. По словам авторов документа, очень часто именно несвоевременная замена шин приводит к аварийным ситуациям на дорогах. За нарушение таких правил может быть введена административная ответственность в виде штрафа в размере 2000 рублей. В Ноябрьске заработал пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших на Дальнем Востоке. Пожертвования собирают чуть ли не весь город. Кто-то приносит в Комитет солдатских матерей вещи, кто-то продукты питания. Безучастными не остаются и дети. Они вызвались быть волонтерами и теперь расклеивают по городу листовки с призывом принять участие в благотворительной акции. Подробности у Юлии Москалик. Здравствуйте, Людмила Николаевич, Егоровна. Егоровна, вы будете пришли. Ну, заходите, пожалуйста. Помощь собирали всем районам. Узнав, что к Людмиле украинец лично приедут из Комитета, к сбору подключились и соседи. В итоге мешки с пожертвованиями кое-как поместились в автомобиль. Там есть и спецодежда. У меня зять работает в газовиковом. Он говорит, бабуля, забери, может, кому отдашь. И шубки, и пуховичок. И шуба моя вообще отдала. Лежит, лежит. Я ее почти не ношу. Такая нормальная. Я думаю, что людям пригодится. А для Нины Малышковой это уже не первая благотворительная акция, в которой она принимает участие. Поэтому знает, что может пригодиться. Кроме продуктов отдала свои шерстяные жилетки и вязаные платья. А вот не только тело, но и душу согреет вещи, которые пенсионерка связала своими руками. Это сама вязка работа. Ну, видите, я сама вяжу. Да пойдут такие ведь. Конечно. И дома кто-то бы надел сами. Я всегда отзывчивая, всегда помогу у кого, когда что. Что в моих силах. А не от того, что я хочу похвалиться. Это неправда. От того, что мне кто-то тоже сейчас помогает. Кто-то и сейчас помогает все равно. Хоть кто-нибудь, да хоть словом, хоть что-нибудь, все равно и мне помогает сейчас. Понимаете, вот это моя, наверное, человеческая натура такая. Принимать пожертвования в комитете солдатских матерей будут до 10 октября. Затем собранную гуманитарную помощь отправят на основной склад. А там уже решат, как ее доставить в затопленный регион. Вот за два дня нам привезли столько вещей. Приносят игрушки, дубленки, детские вещи, женские вещи. У кого что есть, пожалуйста, приносите. Мы будем очень рады. Пока представители комитета упаковывают и фасуют собранное по коробкам, волонтеры расклеивают листовки с призывом поучаствовать в акции. Будем расклеивать прямо на подъездах. То есть бегать прямо в центральный пинк район и все обклеим. Но я думаю, этого достаточно будет. Потому что люди все равно между собой общаются, как бы будут видеть, все равно будут друг друга информацию передавать. Думаю, за день, за два управимся. Судя по собранной гуманитарной помощи, говорят в комитете, жители Ноябрьской люди неравнодушные, готовые прийти на помощь. Правда, не все понимают, что лучше передавать. И обращают внимание, лучше, если это будут не сильно ношеные. И, конечно же, чистые вещи, постельное белье и продукты длительного хранения. Юлия Москалик, Виталий Харченко. Новости нашего города. Общественная организация «Многодетные семьи Ноябрьска» продолжает акцию «Милосердие». В благотворительном марафоне участие может принять любой желающий. Все собранные вещи и продукты передаются малообеспеченным. Каждый день сюда за помощью обращаются более десятка семей. Акция продлится до конца декабря. А значит, те, кто еще не принял в ней участие, но имеет желание и возможность, могут обратиться в общественную организацию. Она находится в доме номер 78 по проспекту Мира. Вчера мы раздали очень большую продуктовую помощь, за которую большое спасибо предпринимателям. Ну и акция продолжается. Мы ждем, кто еще не оказал помощь, но собирается. Мы ждем предпринимателей, горожан. Приходите, приносите. Есть такие семьи, которые нуждаются в вашей помощи. Сотрудники «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» прошли курс обучения основам энергоменеджмента в соответствии с требованиями нового международного стандарта 5001. Это наилучшая мировая практика в области энергосбережения, на которую сегодня ориентируются все предприятия-лидеры. Внедрение системы энергоменеджмента в «Газпромнефть» началось в мае этого года. В качестве пилотного предприятия был выбран «Ноябрьскнефтегаз». Проект проходит в несколько этапов. Обучение сотрудников – один из самых важных. В первую сессию прослушали курсы, получили первые сертификаты 178 сотрудников, занимающие ключевые позиции в обществе. Им предстояло не только ознакомиться с ключевыми моментами системы, но и разработать документацию энергополитики, применимую к условиям «Ноябрьскнефтегаза». Отмечу, что опора на международный стандарт призвана не только повысить эффективность процессов нефтедобычи, но и принесет значительный экономический эффект. После окончания пилотного проекта планируется тиражирование положительного опыта на другие предприятия «Газпромнефти». Это не проект, который стартует и достигает какой-то конечной точки и останавливается. Это постоянное развитие, это постоянное обучение, постоянная наработка опыта, который мы будем применять, благодаря системе, которую подразумевает именно энергоменеджмент. На следующем этапе внедрения нашего проекта обучаться будут более широкие слои уже специалистов, ну и постоянно они будут совершенствовать свое знание. И на днях в «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» подвели итоги конкурса интеллектуальной собственности 2013. Свою историю он начал в 2002 году. За это время его участниками стали более 600 человек, которые представили на суджюре около 400 разноплановых проектов. Из них 70% затем получили свое воплощение на производстве. Сегодня помимо сотрудников «Ноябрьскнефтегаза» свои решения производственных задач предложили работники «Газпромнефть Муравленко» и «Газпромнефть Восток». Всего же в этом году на суджюре было представлено 25 работ от 38 участников. Победителей и призеров определяли в четырех номинациях «Лучшее решение в области геологии и разработки месторождений», «Лучшее решение в области техники и технологии добычи нефти и газа», «Лучшее решение среди молодых специалистов общества» и «За оригинальность нестандартное мышление». Причем работы оценивались отдельно среди цеховых структурных подразделений и подразделений аппарата управления. В итоге 13 работ были отмечены ценными подарками и грамотами. Среди них работа Петра Паниванова. Всего за месяц он создал уникальное устройство лабиринтного типа. Суть в том, что данное устройство поможет эксплуатировать малогебетные скважины, осложненные гидратами. Это направлено на снижение затрат, повышение энергоэффективности. И последнее. В городе впервые пройдет конкурс «Ноябрьская плеяда», по итогам которого выберут победителей 11 номинаций, среди которых «Человек года», «Бизнесмен», «Директор», «Личность» и многие другие. Подать заявку на участие можно до 1 декабря 2013 года в администрацию города. Торжественная церемония и награждение победителей назначена на 27 декабря. Победитель получит диплом и денежную премию в размере 30 тысяч рублей. Мне приятно отметить, что это мероприятие проводится впервые в нашем городе. Понимаю, что у нас очень много талантливых, энергичных, самодостаточных людей. Поэтому мы решили провести данное мероприятие. Специально для участников подготовлены различные номинации. Они могут себя проведить в разных номинациях, показать свои таланты, раскрыть себя в любых творческих номинациях. И действительно город узнает о тех людях, которые у нас сегодня есть, которыми мы можем гордиться. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Сеть АЗС Газпромнефть. Надежный ориентир. АЗС Газпромнефть